Девочки и мальчики Так, у него здесь вот такой вот оселедать называется, и усы длинные. Ну, молодец! Спасибо за подарок! Очень вовремя принесла свой подарок. Сегодня мы будем разбирать почту. Наши телезрители присылают не только свои письма, они присылают нам подарки свои. И вот сегодня мы разберем нашу почту. Ребята шлют свои работы из самых разных стран и городов. Из городов Украины, России, Белоруссии и даже из далекой Германии. Вот так. Дуняша, а что ребята в этот раз прислали? А вот вы сейчас попробуйте отгадать. Я загадаю вам загадку. Слушайте, без красок и без кисти перекрасила все листья. Осень! Молодцы! Вот как раз мы и будем говорить об осени. Мы будем рассматривать осенние рисунки, поделки наших телезрителей. Ну что, начнем? Да! Вот, посмотрите, какой осенний рисунок прислала Макурина Дашенька из Екатеринбурга. Дашеньке всего 4 годика она вот такой красивый рисунок нарисовала. Ну давайте, рассмотрим поподробнее. Вот здесь вот домик, цыпленок с зонтиком идет. А еще деревья, которые осень одела в разноцветные наряды. А еще тучи. И дождик идет, да? Да. Дождик. А посмотрите, кто это внизу ползет к цыпленку? Червячок. Червячок. А еще цветочки. Да, вот такой красивый осенний рисунок получился у Дашеньки. Умничка. Так, идем дальше. Вот, посмотрите, что прислала нам Ева Лаврентьева из Санкт-Петербурга. Еве 5 лет, прислала на 2 рисунка. Вот первый. На этом рисунке звери осенью готовятся к зиме. Ну, расскажите. Вот это белочка прячет в дуплу орешки, а вот это мишка несет запасы в свою берлогу. А еще подойдет в листья. А посмотрите, как интересно Ева берлогу изобразила. Даже дверцы есть. Вот так-то. Не просто. Молодец, Евочка. А вот второй рисунок. Как вы думаете, кого изобразила Ева на этом рисунке? Принцессу. Нет, Ева изобразила себя. Как она шла по осеннему лесу и собирала грибы. А хотите узнать настоящее название этого рисунка? Да. Дуняша осенью. Вот так, Лизонька. Оказывается, Ева нарисовала Дуняшу. Меня. Дуняша, точно. А у тебя есть похожий головной убор. Значит, это Дуняша гуляет в осеннем лесу с корзиночкой в руках и собирает грибочки. А под ногами шуршат опавшие осенние листья. Молодец. А сейчас я покажу вам, что прислал нам шелытько Саша. Вот, смотрите, прислал нам подарки осени. Что мы называем подарками осени? Это фрукты и овощи. Ну, что он нарисовал? Он нарисовал банан. Это фрукт. Давай. Еще он нарисовал яблоко. Это тоже фрукт. А это что? На что похоже? На грушу. На грушу. И какая-то ягодка, да? А из овощей что, Леша? Ну-ка, назови. Из овощей огурец. На что похоже? Сейчас. Марк. Морковка. Морковка. А это что? А это еще капуста. Это что? Помидор. Редисочка. А это? Картушка. Вот такой богатый урожай нарисовал Саша. А еще он изобразил солнышко. Вот оно. Да, теплое солнышко. Молодец, Сашенька. А сейчас я хочу прочитать вам письмо, которое прислал Павленко Андрей из Германии. Слушайте. Здравствуй, Дуняша и ребята. Я очень люблю смотреть вашу программу. Я узнаю много интересного и с радостью смотрю мультики. А еще я очень люблю стихи и решил выслать вам стишок об осени, который недавно выучил. Вот послушайте. Вот такой стишок прислал нам Андрюша из Германии. Спасибо. Понравился вам стих? Да. Мы даже смогли представить и красные бусы рябины, и желтый зонтик тополя. Неудивительно, что Андрюша решил выучить именно это стихотворение. Оно красивое. Вы со мной согласны? Да. Так, вот слушайте. Андрюша прислал нам стих о подарках осени. Шелудько Саша нарисовал рисунок о подарках осени. А вот посмотрите, какую красивую аппликацию прислала Бондаренко Ангелина. И тоже о подарках осени. Смотрите, вот аппликация из осенних листьев. Это ежик несет грибочек, ягодку. А вот еще растут грибы. А это его детки, маленький ежат. А вот еще рябина. Да, ягодки красные рябинки. Хорошо, вот вторая аппликация. Выполнена она пластилином. Вот это осеннее дерево, вот это кусты. Еще ягодки рябины, даже грибочки есть. И птицы отлетают в теплые края. И тучки плывут. Дождик идет, а? Да. Молодец, Ангелиночка. А вот сестрички Гуляевы, Саша и Машенька, прислали вот такие поделки. Только не простые поделки. Это поделки из подарков осени. Смотрите. Что это? На что похоже? Это, наверное, цыпленок. Качан кукурузы, да? Из кочана кукурузы сделали вот такого вот цыпленочка. Еще семечка. Семечка, да, и спичечка. Вот, видно всем? Да, еще. Такой цыпленочек. Теперь посмотрите. Вот тоже из кукурузки. Ежик. Ежик. Смотрите. И носик черненький у ежика есть. Маленький-маленький. Так, и вот еще. Смотрите, из моркови. Это петушок. Золотой гребешок. Да, клюв у него и семечка подсолнечного, да? Хвостик у него и спичечек, и гребешок, и спичек. Вот такой забавный петушок вышел у Саши и у Машеньки. Молодцы. Спасибо всем ребятам за удивительные рисунки, поделки и подарки. Сегодня, друзья, мы разбирали нашу почту. Мы рассматривали рисунки, поделки, аппликации, слушали стихи и загадки об осени. Осень скоро с нами попрощается. Попрощается с нами до следующего года. А вслед за ней придет... Зима. И, конечно же, зима придет тоже не с пустыми руками. Она принесет свои подарки. Но этого нужно еще немного подождать. А мы прощаемся с вами совсем ненадолго. Очень ждем ваши новые работы. Присылайте их по адресу, который видите на своих экранах. А теперь прощаемся с ребятами. До свидания, ребята. До скорой встречи. Спокойной ночи, дорогие девочки и мальчики. Ночь вздыхает сладко-сладко. Звезды светятся в окне. Малыши в своих кроматках Улыбаются во сне. Дремлет облако в постели. Спят игрушки и цветы. Детям лунной колыбели Снятся сказочные сны. Белокрылый ангел сон твой охраняет. Над тобой кружится и благословляет. Прикоснется нежно в небо улетая. Сладко спите, дети, баю-баю-баю. Сладко спите, дети, баю-баю-баю. Сладко спите, дети, баю-баю. Сладко спите, дети, баю-баю-баю.